Активное лето Это наша сегодняшняя тема И предлагаем вам присоединиться к нам 202-11-22, телефон прямого эфира Я думаю, сегодняшние наши гости Какие-то вопросы, если возникают к ним Не стесняйтесь, пожалуйста, звоните и задавайте Они с большим удовольствием на них будут отвечать Что ж, тема нашей сегодняшней программы Как я уже сказала, активное лето Лето в городе Как его провести с пользой для души и тела Будем рассказывать и в первой части нашей программы 15 лет назад Была такая, мне кажется, очень интересная Замечательная идея Начиналось все с чистого листа И идея была проста Как-то организовать место, где бы собирались люди Влюбленные в теннис И вот 15 лет назад Эта идея начала потихоньку Реализовываться И вот уже в марте 2015 года Свое 15-летие Отметили теннисные корты Тригон И я с большим удовольствием вам представляю наших первых гостей Итак, здесь директор теннисных кортов Тригон Марина Владимировна Федосеева Здравствуйте Здравствуйте И директор детско-юношеского теннисного клуба Любовь Николая Нышанина Здравствуйте Здравствуйте Ну что, хочется, наверное, немножечко рассказать вам Чтобы вы нам рассказали именно об истории создания Понятно, что идея хороша Что она родилась и реализуется уже 15 лет С чего все начиналось для вас? Ну, как вы правильно сказали Что началось с большой любви к теннису То есть я всю жизнь мечтала о создании кортов И в Самаре было очень мало кортов И приходилось играть и ночью, и рано утром И хотелось, чтобы больше было таких мест Где мы могли собраться и поиграть И вот с такого желания, с любви к теннису И началось, наверное, строительство Строительство теннисного корта На дачной, в центре Ленинского района На пустыре, на заброшенном пустыре На этой площадке, где люди гуляли с собаками Интересовались, что же это тут будет Да, что же это будет И вот на этом месте мы решили построить Такую конструкцию, экспериментальную конструкцию На крыше подземных гаражей В центре Ленинского района И, как вы сейчас видите Это успешно стоит такой пузырь И все спрашивают, что же это такое А это теннисные корты С пятью теннисными площадками На котором В котором играет очень-очень много людей Профессиональное покрытие Все, что нужно Да, да, там все есть Там сейчас пять кортов С покрытием, с твердым покрытием Харт, с подложкой Чтобы можно играть Более безопасно Комфортно То есть все, что нужно для игры в теннис У нас все есть Отлично В одном месте, как говорится Приходи всей семьей И начинай заниматься Да, да, у нас так и происходит Что начинает заниматься ребенок А потом постепенно Постепенно родители Увлекаются Зажигаются И начинают играть всей семьей А профессиональные игроки к вам приходят? Да, у нас есть и профессиональные игроки И несмотря на то, что, в общем-то Мы достаточно молодой корт Но у нас уже есть свои звездочки Это Гребенюк Евгения Который начинал у нас тренироваться Она была, так сказать, победительница Турнира Олимпийская надежда Потом у нас воспитанник Фуфыгин Михаил Который до сих пор на нашей базе Каждый день Вы можете прийти посмотреть Как молодой человек Высокий Бьет Задает класс Да, бьет такие мячи Что стоять опасно Думаешь, не дай бог Если он попадет То это точно убьет Профессиональный удар Литша, да То есть Он победитель многих Как российских соревнований И также он является Финалистом И европейского чемпионата В возрасте подростков до 18 лет Ну и до сих пор он нас продолжает Продолжает защищать, так сказать Честь города Да, на российских соревнованиях Получается, что Юноша выбрал для себя место Где ему комфортно Да, удобно И в принципе Как бы Приходит и возвращается И занимается Видимо ему там все-таки нравится Раз возвращается Ну, во-первых Он вырос на этих комнатах А во-вторых Там у нас очень хорошее Профессиональное именно покрытие И ему комфортно Мы всегда находим для него время Мы его любим Пестуем И мы его выросли Он у нас вырос И продолжает уже Будучи взрослым Юношей Там ему 22 года Где же ему? Как не в родном доме Ну, понятно А если, допустим Есть детки или родители Которые не ставят своей целью Заниматься профессионально А так для души Для тела Есть ли такие секции у вас? Да У нас создан Детско-юношеский Теннисный клуб Директором которого Является Любовь Шанина Под ее руководством Осуществляется набор И все Я думаю, что она лучше Об этом расскажет Чем я Любовь У вас давняя любовь К теннису? Такой вопрос Ну, скорее всего, да Если я с детства Занимаюсь теннисом И продолжаю И думаю, что это будет очень Долго-долго продолжаться Долгая, длительная любовь Да, длительная любовь Она не просто Она чемпионка была Вот скромный гость Да, она чемпионка была Области И не только области А также в командном На российском туре Да, на российском туре То есть она великолепный игрок Детей доверить можно и нужно Да Расскажите немножко про именно ваш клуб Ну, у нас детки приходят с 4 лет Такие маленькие Такие маленькие Которые меньше ракетки Да, по мнению педагогов И психологов Это самый тот возраст Оптимальный Оптимальный, да Когда они уже Начинают сформироваться Какие-то задатки И в выносливости И в игре там Ну, во всем Ну, понять можно уже Готов, не готов Нравится, не нравится Да, готов, не готов И в 12 И даже в 15 То есть в любом возрасте Ребенок, если захотел Научиться играть в теннис Он может прийти к нам Записаться и заниматься В принципе, я так понимаю Что разновозрастные группы У вас есть? Да, разновозрастные группы И по возрасту И по степени подготовки Кстати, насчет подготовки Многие, может быть, думают Что вы там каких-то чемпионов Берете исключительно, нет? Нет У нас, мы берем детей Различной физической подготовки У нас даже есть дети С ограниченными возможностями Ну, кому, допустим, хочется Но в полном объеме не получается Не получается Кто-то по состоянию здоровья Но хотят играть Значит, они получают меньше нагрузок Чем обычные дети Которые совсем здоровые Радость, наверное, от игры такая же Да, великолепна, конечно Самое главное для нас Чтобы ребенок хотел заниматься Чтобы у него были искры в глазах Чтобы у него было такое желание Чтобы он с настроением шел на корт На тренировки Не пропускал Вот это для нас самое главное Ну, я хочу сейчас нашим зрителям Напомнить, что телефон прямого эфира 202-11-22 Говорим сегодня про большой теннис Теннисные корты Тригон Если вдруг вы действительно Проходя мимо улицы Дачной Замечали такой вот купол Который выделяется действительно И задавались вопросом Что же это? Как наши гости уже сказали Это теннисные корты Может быть, какие-то вопросы у вас есть В режиме реального времени Можете нашим гостям задавать Хочу, чтобы вы сейчас И мы все посмотрели фотографии Как говорится, изнутри Чтобы увидели и покрытие И сами, собственно, занятия Как происходит у детей и взрослых Я так понимаю, панорамный Такой обзор территории Да, да, это как раз корты Уже реконструированные С новым покрытием А чем оно от старого отличается? Ну, во-первых, оно профессиональное На харде играет очень много Профессиональных игроков Космический объект Да, посмотрите, какое освещение Сейчас мы поменяли все освещение Олимпийский объект практически Да, да И получается там пять полноценных кортов Таких, каких нужных, необходимых Пять кортов, а один корт закрытый Если вы не хотите, допустим, чтобы Чтобы на вас смотрели Вы стеснялись Ну, кто-то стесняется Мы имеем такую возможность Вам предоставить такой корт То есть получается, что А вот так театр начинается с вешалки А наш теннисный корт Начинается с административной стойки Вы посмотрите, какие лица у игроков А вот дети, дети, да Соревнования детей Вот Это спортивный лагерь У меня вопрос Нужно ли к вам Такой вопрос с обычного человека Есть ли у вас оборудование какое-то Или человек тренирующийся у вас Должен прийти со своим оборудованием Ну Если касается детей Допустим, детских Детям То есть не детям, а родителям Детей Ничего для этого специально покупать не надо Самое главное, чтобы была спортивная форма А остальное инвентарь Ракетки, мечи Какое-то другое оборудование Это все у нас есть То есть дополнительно ничего покупать не надо Если В случае, когда ребенок Очень настоятельно просит Свою Свою ракетку Ну, конечно, мы Можем с вами предложить ракеточки Или предложить вот именно Какую в спортмастере купить Ну, пожелание То есть посоветовать Посоветовать Подбираем Подбираем Не просто так с ракетом Второе оборудование А так вот, чтобы прийти Обязательно со своей ракеткой Это не обязательно Мы даем То есть у нас очень много ракеток Для взрослых Так же мы найдем Здорово А вот когда лучше Если говорить о детях Мы потом о взрослых тоже поговорим Прийти и записаться в клуб Сейчас лето, да? Кто-то на каникулах в отпуске Начало года через три месяца Либо в начало года календарного Вот как советуете? Ну, во-первых В первую очередь Я хочу сказать Что в данный момент Так же идет набор Детки приходят Летом Те, которые не смогли В учебный год записаться Не было времени Или занимались Какими-нибудь другими Видами спорта, да? Но теннис была Все равно какая-то мечта Мечта Вот, значит Они приходят И летом записываются И мы продолжаем набор А вообще у нас Набор происходит В течение всего года В течение всего года В любой момент В любой момент То это август Сентябрь Декабрь Март Июнь В любое время Все начинается с мысли Родителей или ребенка Да, самое главное Хочу Чтобы захотели Ну, а вот Если я взрослый человек Вот я шла-шла мимо Пришла Записалась Как в любой момент Тоже получается? Во-первых Во-первых Вот так Вы вначале Изъявили свое желание И сказали об этом Администратору Как вы хотите заниматься Индивидуально В группе По какой цене Может быть вам дорого Вот вы посмотрели цену Ой, мне так дорого Как все говорят Но Вам администратор скажет Хорошо Мы вас можем записать В группу И с тренером Два раза Там Три раза в неделю У вас будет Групповое занятие И веселее И подешевле И веселее И дешевле И Может быть даже комфортно Когда ты смотришь Как другие Не только у тебя там Не получается А у всех И уже не будет Какой-то закомплексованности Это проще Ну и конечно Наш Мы же всегда пишем Если вы идете Мимо корта Там написано Мы делаем теннис доступным То есть Чтобы вас не пугала Цена Ой, там как дорого Вот у вас Мы всегда вам предложим Любой вариант Когда вам будет дешево Когда это будет доступно Комфортно Да, комфортно Поэтому Именно администратор Вам все расскажет По телефону Даже Вы можете записаться По телефону И мы скажем Да, приходите Мы для вас найдем Удобное время Я могу даже добавить Немножко По поводу детей Родители могут Также записаться По телефону И в ближайшее время С ними свяжутся Предложат расписание Удобное Расписание Продолжат варианты Да, варианты Да И уже непосредственно Прийти к этому времени Когда заниматься То есть необязательно Прийти на корт И записаться Можно по телефону Да, как удобно А режим работы Если не секрет Можете сказать Вообще мы работаем Круглосуточно Круглосуточно Это для тех Кто может ночью Даже для полуночников Захотели вы в 2 часа ночи играть Пожалуйста, двери открыты Тем более летом Ну да Единственное Может быть Тренерский состав Не будет присутствовать Но корты Освещение Все Все это будет Даже Даже ракенку Мы вам предложим Ну а вообще Вот сколько стоит Вот это посещение кортов Если Как говорится Уж нам информацию В полной мере Нашим зрителям предоставить Ну стоимость Стоимость корта От 500 рублей И выше В зависимости от Времени суток Времени года И в зависимости От Индивидуального занятия И группового Конечно Индивидуальные занятия Всегда дороже Огромные площадки Там Столько квадратных метров И все Один на один С тренером И все это вам Принадлежит Конечно Это дороже А групповое занятие Оно вполне доступно Это От От 2000 рублей В зависимости От количества Занятий От количества Занятий То есть абонементы Тоже Да И количество Игроков А вопрос У меня такой Я вот недавно Слышала где-то Что в принципе Занятия большим теннисом Сродни Вот хорошей Такой аэробной Нагрузки Что это действительно Помогает прийти в форму И Есть ли у вас Вот какой-то такой Свой личный Совет Что действительно Если заниматься теннисом То можно быть здоровым Развитым И таким вот человеком Выносливым Ну теннис 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 Это достаточно Сложная Достаточно Сложная игра И она предполагает Что у вас Сильные руки Сильные ноги И светлая голова И соответственно Если вы хотите Играть в теннис Вот вы видели Фотографию Что у нас Все люди Все люди Достаточно крепкие И игра Настолько увлекает Что вы будете Просто хотеть Совершенствовать Своё тело Бегать Тренировать Тренировать Мышцы рук и ног Чтобы удержать И ответить У нас Пришла женщина В возрасте Там 50 лет С избыточным Весом И она так увлеклась Во-первых Она потеряла Почти 20 килограмм Вы представляете Потерять 20 килограмм Без всяких диет Для женщины приятные слова Да Без всяких диет Просто вот настолько Вот эта физическая Нагрузка И вот для меня Прийти в фитнес Достаточно тяжело Надо себя заставить Конечно Да Это работа Тяжёлая работа А теннис Это игра Понимаете Это как говорят Посадить на ракетку Посадить Да Если вы взяли ракетку То Ну я не знаю 95 процентов Что вы От нас не уйдёте И я забыла Ещё сказать Что Теннисный корт Тригон Это в общем-то Не только конструкция Не только форма Это как тело У корта Есть ещё душа Что такое душа Это команда Это администраторы Которые вас встречают С теплом С улыбкой Всё рассказывают Это тренерский состав У нас Самый Самый опытный Я так думаю Самый профессиональный Заслуженный Тренер Тренер России Епринцев Валентин Павлович Который вообще Воспитал целую Плеяду И вот Под его руководством Можно сказать У нас коллектив Коллектив тренерский Достойный Да Достойный Все имеют сертификаты международные ПТР В основном у всех Специальное образование По физической культуре Педагогическое Поэтому конечно у нас Я так У нас Всё прекрасно И душа И тело Приходите Знакомые Приходите Да И душа И тело И наши Светлые Приветливые глаза Наших администраторов Я думаю Увлекут вас Увлекут Конечно Ну нужно прийти Я думаю Не прийти Приходите Приходите Ну если так вот Подводить итог нашей беседы Юбилей да 15 лет Это всё-таки Некий рубеж Такой Который определяет Либо мы продолжаем дальше Да Какое-то дело Я думаю Что тут Другого варианта Не может быть Мы продолжаем Развиваться Продолжаем Как двигаться вперёд И какие-то планы Наверняка Уже вы как Родители Вашего детища Строите Ну Во-первых Во-первых Мы не останавливаемся На месте Это правильно Если там 15 лет назад У нас был корт С виниловым покрытием Вот типа Что у вас сейчас лежит Это достаточно быстрый корт Всё со временем устаревает И буквально два года назад Мы поменяли покрытие Мы сделали современное покрытие Более профессиональное Комфортное А не случайно Вы видели Что у нас корт Как космический корабль Это ваши слова И мои Мы поменяли освещение У нас теперь более мягкое Мягкий свет Светодиодные лампы поставили Два года назад Мы сделали капитальный ремонт Всё поменяли Даже стены Чтобы вы пришли У вас новая плиточка Вода текла И горячая И холодная Чтобы всё было Всё новое Это здорово То есть К дню рождения Так сказать Мы подготовились Да Приходите Будем праздновать вместе Друзья Ну вот такое активное лето Я думаю Вас заинтриговали Заинтересовали Где-то может быть Даже Такое желание появилось У вас вечером Сегодня заглянуть Или на сайт Или мимо проходя Этого купола Внутрь зайти Круглосуточно могут вам Всё это донести В доступной форме Занимайтесь спортом Не ленитесь Целое лето впереди Чтобы может быть Удивить своих родных И близких Хорошей физической формы Или вызвать кого-то потом На такой вот Теннисный турнир Почему нет Спасибо вам большое Ну а вам друзья Искренне желаю Не переключаться Потому что впереди Мы будем рассказывать Ещё об одном интересном занятии Которое может увлечь Не только друзей Родных и близких Но и собственно коллег Почему нет Это удивительные квесты Что собой они представляют Расскажем уже через пару минут Маленькое счастье Делится Кирилл Овчинников Подарить людям то Что принесёт им пользу Вещей которых больше не наденет Целый мешок Выкидывать говорит Жалко Хорошие Узнав о благотворительном контейнере Обрадовался Теперь непременно Принесёт их сюда Это отличная идея На самом деле Потому что Благотворительность Всегда как-то ассоциируется С словом доброта С словом хорошо И мне кажется Это очень хорошая идея Мне прям очень понравилась В следующий раз приеду Обязательно с большим пакетом Старт благотворительной акции Был дан в Куйбышевском районе Самары В торговом центре Амбар На открытии первого контейнера Народные игры И мастер-класс Покрутки казацкой шашки Организаторы уверены Желающих дарить добро В городе много В каждой семье В каждом доме У нас есть вещи Которые Просто лежат Не востребованные А есть люди Есть семьи Которым просто необходимы эти вещи И наверное Это будет замечательно Если они получат И приобретут в дар Будут очень благодарны Проблема Собрать хорошие вещи Возникает в фонде постоянно К нам обращаются люди За техникой За вещами Теперь мы будем оперативно Реагировать на просьбу людей Знаем где забрать хорошие вещи А вы знаете Куда их приносить Принимают чистые Ухоженные вещи Без видимых повреждений Причем сдавать можно Не только одежду Обувь Это головные уборы Это может быть Какой-то предмет интерьера Который вам не понадобится Для того, чтобы он Был исправный Постельное белье Которое может быть изношено Потому что есть у нас Приют для животных Им тоже такие вещи нужны И мы будем перераспределять Ваши вещи По организациям Специализированным Которые занимаются Уже непосредственно С благополучателями Зажечь в людях веру в добро Одна сторона медали Другая Сделать чище окружающий мир Огромное количество вещей Которые не теряют Свою годность Уходят на свалки Напрямую А этот проект Позволит увеличить Срок службы вещей Соответственно Несколько снизить Объем образуемых отходов Что несомненно Принесет небольшой Но ощутимый вклад В общее дело Так скажем Экологии Сохранения охраны окружающей среды Организаторы уверены Эстафету у Куйбышевского Примут другие районы города К тому же Теперь жителям Не нужно специально Везти вещи в центре приема А просто отправляясь За покупками Прихватить с собой пакет С тем Что готовы подарить Активное лето Тема нашей сегодняшней программы И напомню Телефоны прямого эфира 202-11-22 В руках у меня подарки Это сертификаты От наших следующих гостей Которые будут сейчас Нам рассказывать О квестах Квестах невероятных Нереальных Порой даже Детективных И я думаю Сейчас самое время Поиграть вместе с вами Так сказать Зарядить активные информации Итак, друзья мои У нас есть розыгрыш Розыгрыш непростой Мы разыгрываем сертификат На 1000 рублей Вот он у меня в руках На живой квест Вопрос сложный Но может быть Кто-то даже с ним исправится Мемориальная доска Установлена на этом месте Где впервые встретились Шерлок Холмс И доктор Ватсон Где же они впервые встретились Ну-ка знатоки Вам три варианта ответов Это Бейкер Стрит Это Букингемский дворец Или госпиталь Святого Варфоломея Звоните 202-11-22 В нашей студии Организатор игровых праздников Мастерская приключений Борисова Мария Здравствуйте Здравствуйте И с нами здесь также Наталья Попова Здравствуйте Здравствуйте Ну не все знают Действительно пока еще Но это ваша задача Сейчас донести Что же такое вообще Ваше мастерское приключений С собой представляет Мария, рассказывайте Наше мастерское приключений Это проект Который объединяет в себе Несколько направлений Интеллектуально-развлекательных игр Это и набирающие сейчас Все большую популярность В Самаре Живые квесты Это квесты на местности Для детей И в ближайшее время У нас еще появятся Такие штуки Как детективно-исторические квесты Детективные квесты Также есть в наличии То есть каждый Пришедший к нам Может найти для себя Развлечение по своему вкусу Интересам Времени И компании У меня сразу в голову приходят Те самые наши любимые Из детства казаки-разбойники Я так понимаю Сейчас это нано Казаки-разбойники Более совершенствованные В таком вот А как вы пришли вообще Вот в эту сферу Мария Вот почему решили Заниматься квестами Интересно Ну вообще Все началось давно И началось недавно Все началось в прошлом году Когда мы С Марией решили Реализовать проект Интеллектуально-развлекательных игр Так Которых в Самаре Достаточно Мало И мы стали организаторами Живых квестов Квест Тайм Мы проводили эти игры Живые квесты Это такая игра Которая построена На общении игроков На добивании На том Чтобы добиться своих целей Благодаря Именно Коммуникации Командной работе Командной работе Да И соответственно Это как отличный Тимбилдинг работает Если это Компания людей А если это Незнакомые То отличный Способ познакомиться И пережить Яркие моменты Соответственно Теперь мы идем дальше Мы теперь проводим Не только живые квесты Соответственно У нас Появились другие квесты Которые Мы Сейчас и реализуем Ну кто Может к вам прийти Кому это может быть интересно На кого рассчитан проект Проект Да Проект рассчитан На Всех людей Которые готовы Интересно И порой нестандартно Провести свой праздник И просто провести свое время Кому надоело сидеть за столом Да А хочется Активити Да И причем Именно пошевелить еще и мозгами Потому что в принципе Активити у нас есть Где у нас Достаточно хороший спектр услуг В этом А именно Скажем так Пошалить в другой роли Например Представить себя Какой-нибудь интриганкой Какой-нибудь Изящной парижанкой Это уже немножко другое Перевоплощение присутствует Да Да И поэтому В частности Живые квесты Помогут вам Представить себя Совершенно в другой роли Побыть другим человеком А может быть даже и не человеком Ух ты Вот это заявочки Друзья мои Если есть какие-то вопросы Нашим гостям Тут такие темы Мы уже начали поднимать 202-11-22 По-прежнему Разыгрываем сертификаты Где же встретились Шерлок Холмс И доктор Ватсон Звоните 202-11-22 Я так понимаю Проект действительно уникальный Да Чем вот его уникальность И вот это самое Не имеющее аналогов Да В Самаре пока направление Дело в том Что Наш проект рассчитан На очень разные возраства Объединяет в себе Несколько различных Направлений игр И еще Особенность нашего проекта В том Что по сути Нам не нужно Какое-то специализированное Помещение Мы проводим Мобильные В ресторан И на дачу Или просто в парке В каком-то провести игру Вот То есть Мы рассчитываем На широкую аудиторию Как по возрасту Так и по местоположению То есть допустим Если представить Такую ситуацию Вот Есть день рождения Допустим Человека 25 лет У него 10 человек Компании Он такой звонит Вам и говорит Девочки Ну-ка придумайте Мне что-нибудь интересное То есть получается Вы объясняете Где можно Какое место найти Что нужно для этого Людям подготовить И собственно Ничего им больше не говорите Чтобы они как бы Да Были в незнании В неведении Программу не раскрываете А то будет неинтересно Ну смотря какая игрушка Да Если это квест на местности То мы наоборот Заинтересованы в том Чтобы подготовить сценарий По желанию заказчика То есть мы ему Высылаем небольшую анкетку Он пишет Что какая тема ему интересна Что бы ему хотелось увидеть Где он хотел бы провести То есть это Пишется сценарий Под любую местность Не только парк Можно как в дворе Вот мы проводили Дни рождения Соответственно На турбазе например Да где-то На турбазе Да А если это живой квест То мы наоборот Мы высылаем сценарий Чтобы гости заранее Погрузились в эту атмосферу Прониклись Прониклись Да Они почитали предысторию То есть это Помогает уже настроиться На нужный лад И она когда они приходят Им уже раздаются Вот различные буклеты Вот как они выглядят Кстати Эти буклеты С разными страничками Раздаются им Различные багажи Они выглядят как карточки Денежки Да Если это мы вот Различные Химические Магические То есть получается Такая онлайн игра Кто привык В компьютерные игры Бродилки там всякие Играть и так далее Переносится на территорию Вот с друзьями Ну там по крайней мере Не так кроваво Может быть Все в основном Работает на интеллектуальном уровне Добиваем образы Там шляпками всякими Различными Буави Погружение полное Идет погружение На три часа Да И ты уже находишься Как будто в другой реальности Переносишься в другую эпоху Либо в другой вообще Выдуманный мир И потом Когда ты возвращаешься В наши будние дни То это остается Ярким пятном Твоей жизни Конечно И несмотря на то Что игра длится три часа Когда вот все заканчивается Говорят Ой А правда что ли Три часа прошло А вот мы не успели Нам надо еще То есть А мы должны успеть Принять телефонный звонок Алло Здравствуйте Как вас зовут Добрый день Меня зовут Стас Очень приятно Стас Так понимаю С квестами Так или иначе Знакомы немножечко Да Теперь еще больше познакомился Ага Отлично Здорово Тогда вам вопрос Такой На засыпку Как говорится Где же познакомились Встретились Шерлок Холмс И доктор Ватсон Наверное Это была Ульта Байкер 3 Ну 221 Б Но нет Это неправильный ответ Друзья мои Неправильный У вас есть еще Два варианта ответов Где же встретились Наши известные герои Я так понимаю Тоже имеющие отношение К каким-то вашим квестам Абсолютно верно Да Один из наших квестов Дом с двойным дном Как раз и написан По мотивам Наших любимых Детективов Это и Шерлок Холмс В частности И Мисс Марпл Иркюль Пуаро В общем изящная Викторианская эпоха Получается Что вы генераторы идей Да Как-то садитесь Все это думаете Обдумываете Сами вместе Или у вас команда Большая У нас дело в том Что каждое направление Получилось так Что особенное То есть например Живые квесты Квест тайм Это франшиза Есть другие игрушки Которые Частично тоже Не мы придумываем А квесты на местности Например Пишут наши сценаристы И сейчас В настоящее время Буквально на днях У нас выйдет Новое направление Квест игр Они будут чем-то похожи На квесты на местности Но в них будет Такая достаточно сильная Историческая линия Историческая Детективно-историческая Для тех, кто думает И для тех, кто хочет Побольше узнать Или вспомнить Об истории нашей Самары Да То есть нужно будет Эксклюзив Да Эксклюзив в общем-то Нужно будет Дойти до какой-то цели Решить какую-то задачу Но в процессе Нужно будет И вспомнить историю Самары И пошевелить мозгами Какие-то задачки детективные решить И пройти Ознакомиться с какими-то Достопримечательностями Вспомнить Все, что вы о них знаете Или узнать у ведущего Получить информацию В общем-то Как получится Вот Эти квесты Тоже пишут Наши сценаристы Ну еще бы Про Самары Это должны местные писать авторы Цели будут разные Вот Один квест сейчас планируется В котором целью будет Найти завещание Купца первой гильдии Города Самары В другом квесте Необходимо будет Найти сокровище Известного Я думаю Всем разбойника Стеньки Разина Ну и в общем-то Идей множество Все постепенно Их будем реализовывать Надо раскрывать Все тайны Нет, нет Тайны не будем Должна быть Друзья 202-11-22 Сертификат на 1000 рублей Хотите ли На проведение Живого квеста Мне кажется Это очень интересно Увлекательно Хороший подарок Хороший такой Подспорье Летом Если вы активно Отдыхаете в городе 202-202-211-22 Мы выясняем Где же встретились Впервые Доктор Ватсон И Шерлок Холмс Звоните Про взрослых Понятно Интересно Подумать Поразмыслить Историю Узнаем Дети еще Как бы не достигли Нашего уровня Что для детей Подростков Вы можете предложить Для детей Подростков В частности Мы можем предложить Живой квест Вот магические выборы Все любят Гарри Поттера Все любят фэнтези Все любят хоббита В этот сценарий Могут играть и подростки Могут играть и взрослые Каждый найдет Что-то свое Хочу добавить Что взрослым Он тоже будет интересен Потому что Кроме погружения В магический мир Там еще достаточно Мощная такая Политическая борьба Сатира Да Сатира На политическую борьбу Поэтому Этот квест Практически На все возрасты От 12 лет Также подросткам Можно будет играть Вот этот Исторический наш квест По городу Ходить и бродить Все любят Конечно Сейчас тем более Такая массовая подготовка Детей в плане Вот как раз таки Интересных фактов О городе Краеведения И так далее Думаю На самом деле Мы очень мало знаем О Самаре Конечно Поэтому А как легче донести Информацию до детей В игре Именно в легкой игровой форме Им будет интересно И поиграть И в то же время В голове будут Знания о нашем городе Давайте посмотрим фотографии Которые вы принесли К эфиру Я думаю Что как раз таки На них можно увидеть Что-то интересное Что-то яркое Да Это как раз Магические выборы Да Маг входит в транс Кого-то выколдовывает Это Париж Наш квест Который еще пока В Самаре не присутствует Пожалуйста Друзья Обращайтесь Я так думаю Досуг интересно Можно провести А это вот кстати Игрушка Про которую мы еще не говорили Или в делу номер Сейчас мы с вами О нее поговорим Это так выглядят буклеты Для дома с двойным дном Это спиритический сеанс Девушки проводят Вызывают привидения Приходят привидения Приходят Это видимо Джессика Барноби О чем-то задумалась Думает где же Замуж и выйти Или как Это участие В проекте В проекте Библионочь Да В социальном Но люди которые бывали у вас Они возвращаются Я так понимаю За еще большими эмоциями Хотят еще Хотят еще Есть ли такие Кто прошел все Есть такие Кто играл по два раза То есть один сценарий Вроде говорят Что ой мы его уже играем Не хочется Давайте еще Да На самом деле Этот сценарий многогранен Там несколько есть сюжетных ходов Они могут прийти И попробовать другую роль И вынести что-то Уже Интересно Давайте принимать телефонный звонок Алло здравствуйте Как вас зовут Здравствуйте Меня зовут Алена Алена Давайте быстренько Мы сейчас ответим на вопрос Где же встретились Доктор Ватсон и Шерлок Холмс А можно вас еще попросить Подсказки Ответы Ну это точно Я могу вам сказать Не Бейкер Стрит Это 100% Сейчас мы это выяснили Варианты у нас еще Есть Если вы внимательно Слушали вопрос Букингемский дворец И госпиталь Святого Варфоломея Как вы думаете Где они могли встретиться А это как раз была Ахимическая лаборатория Больниц Святого Варфоломе Да Это правильный ответ Ура Вот у нас победитель Не так много времени Остается до конца Что за новая игрушка Давайте о ней расскажем Да Давайте Полторы минутки у нас Это игрушка Это игрушка Чисто детективная Очень интересно Особенно молодым людям Здесь вы попадаете На место преступления Свежее буквально Свежее место преступления Звучит очень Перед вами Перед вами есть Вот улики Улики у нас представлены В виде QR-кодов Сейчас это Очень популярно И модно Среди молодежи Да С помощью QR-кодов Вы узнаете Все что здесь Произошло Вернее Собираете информацию И в течение часа Вам нужно выяснить Что же здесь произошло И построить Версию событий А верно это или нет Вы уже разберете Потом с ведущим Игрушка характерна чем? Тут полное погружение В такую Атмосферу следствия Очень глубокое То есть вот мы архивные данные Предоставляем Пожалуйста Все изучают Архив Настоящие газеты Газетные С ума сойти Друзья мои Все по-настоящему Все по-настоящему Но все подробно Нужную информацию Вы как раз таки Узнаете в группе Я думаю Что если мастерская Приключения Займется вашим досугом Активным Вы точно Останетесь Удивлены Поражены И вернетесь Обязательно За дополнительной Порцией эмоций Спасибо вам большое Что пришли На вам друзья Хорошего дня Хорошего настроения Отдыхайте активно И знайте где отдыхать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин